Новосибирские врачи заменили пациенту половину черепа пластиной. Сложнейшую операцию провели нейрохирурги. Индивидуальный имплантат изготовили на 3D-принтере. Как чувствуют себя пациенты и как врачи оценивают результат операции, узнала Татьяна Кияева. Голова не болит, давление в норме. После операции прошло две недели. Пациент чувствует себя хорошо, готовится к выписке. Дома в Якутии ждут родные. У Николая редкое врожденное заболевание – фиброзная дисплазия костей. Лицевой скелет и череп развивались неправильно. В юности здоровье не беспокоило, но к 30 годам стало сложнее. На голове появились шишки, вмучило высокое давление. Мужчина быстро уставал на работе. Думал, это все шутки, не коснется это все. Такие серьезные заболевания у нас такого нет. Там дубяко уши закладывало давление, 195 находило. Но вот потом уже самому страшно стало. За последние четыре года Николай пережил четыре операции в Новосибирском научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии. Ему удалили половину черепа. В данном случае поражены кости основания черепа и кости лицевого скелета. Полностью хирургически их удаление представляется возможным. Удалили именно ту часть, где отмечался активный рост данного заболевания. Сейчас уже в ходе наблюдения, это практически четыре года, за пациентов наблюдаем, картина стабильна. Перед операцией сделали компьютерную томографию, затем трехмерную модель черепа. Дефект закрыли индивидуальным имплантатом из титанового сплава. Это изделие как пазл, подходит только к черепу Николая. Его изготовили в камере 3D-принтера. Индивидуальный имплантат, он заранее смоделирован по черепу пациента, по трехмерной модели. И здесь уже хирург ему не нужно какие-то догадки строить, он просто берет и этот имплантат устанавливает. Ему не нужно прикидывать, насколько эту сетку нужно согнуть, насколько ее деформировать, где подрезать, где убрать и так далее. Затраты на изготовление индивидуального имплантата покрыла федеральная квота. Скоро Николай уедет на родину. Новосибирские врачи будут следить за состоянием пациента дистанционно. Татьяна Кияева, Даниил Смирнов, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.